Всем здравствуйте, доброго дня. Меня зовут Женья. Я учусь в йоге в центре у Елены Старланов. И думаю, что я счастливый человек, которому посчастливилось встретить таких людей. Я мама троих детей, ждем четвертого, ждем прибавления. Почему я сейчас говорю? Потому что я думаю, что каждый должен услышать. У кого-то, у всех когда-то бывает мысль такая, что такое йога? Или кто есть я? В чем мое предназначение? Я думаю, что на занятиях йоги, вообще само по себе слово «йога» переводится с санскрита как «связь». Связь для каждого по-своему с чем-то. У кого-то связь – это ума с телом, у кого-то связь – ума еще выше с чем-то. И мне дети говорят сейчас «мама, почему ты раньше не ходила на йогу?» Настолько дети чувствуют изменения. Я стала спокойнее, я меньше нервничаю. После йоги, я вообще не знаю, у меня дети полдня бегают вокруг меня, они счастливы и довольны, потому что настолько я могу здесь наполниться. А когда ты наполнен тем, то ты можешь ждать. А когда ты… Я настолько… А дети начали заниматься йогой, что-то, ну, какие-то вещи делают? Супруг, если не секрет, родственники? Нет, нет, я никому ничего не навязываю. Пока сама этим всем не овладею. Я решила начать с себя. Ну, только единственное, что тогда, может быть, встают. Что еще я могу заметить? Ну, вот этот вот… А самое основное для… Я считаю, что для жены, для мамы… Ну, сейчас я домохозяйка, мама. Поэтому, да и для работающей мамы, для любой женщины, я думаю, очень важно быть наполненной, гармоничной, спокойной, чтобы было чем наполнить детей. Когда мама спокойна, то и ребенок спокоен. Имея такой беспокойный ум, как бы человек, который все время себя накручивал, имел какие-то страхи. Я вот сейчас, благодаря занятиям, я думаю, что умею побороть эти страхи, как-то себя правильно настроить. Для женщины, тем более, ждущей ребенка, очень важно. Вот это вот состояние, оно все передается ребенку. И тем, кто хочет родить здорового, спокойного малыша, который будет радоваться, да, счастливого ребенка с хорошим потенциалом в жизни. Я думаю, что очень будет благоприятно практика йоги. Я благодарна, безмерно благодарна Энерлану Селене. У Елены необыкновенно, я считаю, что дар от Бога, как она умеет слышать человека, слушать человека. Каждая практика для меня праздник. И как вот действительно, раньше у меня был сбит режим, я не знала, когда хочу спать, когда хочу есть. Вот это все у меня не было. А сейчас я встаю в 6 часов утра, в 7 часов утра. Для меня это несложно, я встаю, и у меня есть план на день, цели какие-то, мне охота больше успеть сделать. И все это благодаря практике, потому что я научилась запасаться энергией, я меньше ее расходую на какой-то негатив. Как-то мудрее стала в быту даже, просто где-то семья у нас большая, я живу со свекровью, со свекром, трое детей, муж бывает в командировках. Поэтому иногда сама себя удивляюсь, как я могу построить отношения в семье, дома, что так все гармонично, так все легко. Я подчеркиваю, что мы делаем это интервью без особой подготовки. Я просто предупредил, что я на любезно согласилась. И вот у нас уже есть вопросы от зрителей, от Фариды, от нашей тоже студентки. Скажите, жене, я знаю ваш девиз, который есть на WhatsApp, это живу, учусь, люблю. Что привнесло в вашу жизнь знания не только теперь йоги, вы занимались в группе у нас, теперь персонально, как женщина в положении, ждущая ребенка. Скажите, есть ли разница между групповыми занятиями, вот такими осознанными движениями и персональными? Насколько это, есть ли разница и как это отражается? Да, разница есть, но я думаю, что я так, в групповых я привыкла сначала к обстановке, как-то так все гармонично влилось. И когда я перешла уже на индивидуальные занятия, намного, конечно, получаешь, как бы, ну все равно, индивидуальные это индивидуальные. Там ты уже понимаешь, что больше понимаешь, больше. Хотя и групповые тоже дают очень много, я вообще пришла на бесплатный курс, пробный, на бесплатный класс, как бы, я искала интуитивно, чисто интуитивно. Я до этого не занималась ни йогой, не ходила ни в какие классы, группы, просто внутренний голос потянул меня в этот центр, и я безмерно благодарна судьбе Всевышнему, что я попала сюда, что я здесь, сегодня, сейчас. У нас вопрос от ряды, который я вот хотел вам передать. Сколько времени вы практикуете? Ну, она имеет в виду, наверное, занятия наши такими осознанными движениями. Ну, практикую я с перерывами, вообще я пришла в марте, в марте семнадцатого, в первый раз в этот центр. Надо же, сколько времени прошло, я считаю, сейчас девятнадцатый год, быстро пролетело. Нет, в марте, нет, подождите, в марте восемнадцатого, наверное, год. Ну, в любом случае уже год. Ну, практикую я с перерывами, но дома я занимаюсь, читаю. Дорогие друзья, хочу сказать сейчас немножечко, конечно, все волнуемся, женя тоже, потому что сейчас перед нами не один человек, а практически два. Дело в том, что женя живет очень далеко, если она позволит сказать, она живет на сороковом разъезде, и это далеко. На станции сороковой. На станции сороковой, извините. Поэтому, понимаете, человек приезжает сюда и тратит время, это где-то около тридцати, иногда час, чтобы побыть в атмосфере энергии Лены. И вот в продолжении вопросов ряды я бы хотел узнать у вас, женя, что вы знали раньше о такой науке, как Юруведа, с чем вы соприкоснулись в прошлом году, и насколько это, если это можно задать вопрос, очень отразилось на ваше мышление, на образе жизни, и вообще отразилось ли. Расскажите немножко об этом курсе. Да, я прослушала начальный курс Супатялова, очень многое стало для меня таким, я много сделал для себя открытий, я не знала, до этого не слышала ни об айурведе, ничего, ни о душах, ни о... Сейчас я понимаю, что каждый человек, как индивидуальность, имеет свою конституцию, которая требует к себе какого-то особого подхода, то есть в питании, в... И о диначарии, я думаю, что это основа айурведы диначария, но сейчас я стараюсь соблюдать... А можно поподробнее для людей, которые вообще далеки от айурведы, и путают ее со стилем йоги? Вообще вот... Диначария это... Что вы делаете? Режим дня, я стараюсь вовремя вставать, вовремя есть, вовремя ложиться, жить в гармонии с природой, с солнцем, и казалось бы, это элементарно, это такое, но оно дает столько сил, столько энергии, и когда ты живешь в гармонии с природой, потому что мы есть часть Вселенной. Да, замечательно. Какие у вас есть впечатления, и, наверное, я скажу так, Женя, что бы вы порекомендовали тем мужчинам и женщинам, взрослым и помоложе, которые хотят найти здоровье и гармонию? Вот какой совет? Может быть, он будет философский, может быть, практический. И если это возможно, с учетом ментальности нашей страны, ваш совет именно казахам, казашкам в понимании этой науки, даже двух наук, йоги и аюрведы. Будьте добры. Ну, первое, это, наверное, учиться, жить, любить, учиться. Учиться находить нужные знания, они все есть в доступе. Аюрведы — это те знания, которые идут из глубины веков. И здесь все необходимое для того, чтобы быть здоровым, быть счастливым, соблюдение режима дня, соблюдение определенного питания, какое требует ваша конституция. Вы уже начали разбираться, какое питание вам нужно. Да, более-менее. Ну, скажите, кто вы по конституции? Ну, это же не секрет, люди знающие видят и по лицу, и по глазам. И, ну, что вы кушаете? Давайте вот конкретно о вас буквально несколько минут. Ну, по… Я ватта-капха. Сейчас я стала больше кушать такого тушеные овощи. Мне очень… Я после них вообще чувствую себя во всем. У меня комфорт в желудке, в пищеварении. Раньше я страдала и запорами, и чего-то… Вот-вот-вот, запор, и тема очень важная у нас… Для ваты так это вообще. Сейчас я наладила и стул, и… Ну, что еще нужно добавить? К тому, например, что было раньше у вас за столом, обычные блюда. Вот что вы добавляете туда, исходя из знаний, уже полученных от эридических источников, от курса Суботявова? Какие блюда? Ну, специи, может быть? Ну, я готовлю… Если это рис, то обязательно добавляю куркуму. Не… Правда, я сейчас точно не знаю… Но я знаю, что это природный антибиотик, и это буквально перевод с санскрита – это соблазнительная женщина. Видите, дорогие друзья, какие знания. Поэтому, да. Вот у нас вопрос опять от нашей студентки Фариды. Фарида, добрый день, спасибо, что вы с нами задаете вопросы. Вообще, у нас первый раз такое, что в прямом перезадавали вопросы. Ну, что-то было, привет-привет. Фаридат задает вопрос. Какие изменения вы почувствовали касаемо беременности, сравнивая нынешнюю и предыдущие? Хороший вопрос. Сегодня только я поняла, что я даже… Вот первых своих троих детей во время беременности я не чувствовала ни себя, ни своего тела. Только уже во время схваток, уже в день родов я уже начинала понимать, что что-то происходит, что что-то будет. А сейчас, сегодня, вот даже когда я прихожу на практику, Елена спрашивает, как это, что-то. И вот как бы мы с ней начинаем анализировать то, что я действительно начала чувствовать себя, свое тело, все изменения. Большая разница, тем более, когда есть с чем сравнить, это что-то такое. Боли меньше. Я прошу прощения, может быть, не очень спрашивать на эту тему, но раз мы вышли в эфир, надо утолить и мое любопытство, потому что я любопытный человек, и любопытство людей, которые будут потом и в записи смотреть. Боли стали меньше, или вы стали больше ловить вот проприо-перцептивную связь, то есть обратную связь от тела, или научились правильно распределять энергию, полученную от практики, осознанных движений, или вот что-то в вашем сознании так поменялось, что вы уже йогу не считаете просто практикой, я ее веду. Да, поменялось в моем сознании, я уже не считаю йогу просто практикой, это что-то большее. И сейчас я стала чувствовать и прислушиваться даже то, как хожу, походку, осанку, все это. Я сейчас за этим слежу, и какие-то изменения в организме, что приближаются уже время, что организм готовится, что бывают вот такие, сейчас по вечерам у меня такие, что как будто сейчас начнутся схватки. Но сейчас я понимаю, что готовится организм, подготовка организма к родам, и что нужно просто правильно себя вести, правильно дышать. Женя, такой вопрос, у вас семья, ну чисто казахская, имею в виду по ментальности, я имею в виду вообще по образу жизни, ментальности, ну естественно, какие-то традиционные обряды, ритуалы, какие-то вот привычки. Насколько больше знания юриды, даже вот такое начальное, благодаря Михаилу Берчу Субатялову, подкорректировало режим питания в вашем доме, потому что казахи любят очень такое все тяжелое, не постное. Ну, возможно, я обобщаю, но тем не менее, мясо, чтобы было, плов, какие-то такие вещи. Есть ли коррекция и насколько это приняли ваши близкие? Коррекцию такую провести у меня еще особо не удалось, прям кардинальную. Но в рационе больше стали мы употреблять овощей, фруктов такого. Да, действительно, сравнить то, что было раньше, то, что мы ели раньше, это тесто мучное, все такое мясное, жирное. Сейчас я стараюсь, ну, как бы есть у нас протесты, есть протестующие. Не будем по именам, не будем. Но я думаю, что мы потихоньку идем. Дорогие друзья, ну, буквально, может быть, 5-7 минут задавайте вопросы. Мы в первый раз выходим в таком формате. Я еще раз благодарю наших, моих читателей, подписчиков, те, кто сейчас задают вопросы, те, кто присоединяется. И, конечно же, Женю, несмотря на занятие, которое у вас закончилось недавно, она согласилась любезно провести с вами такой прямой эфир. И она сейчас в роли спикера. Я об этом давно мечтал. И вот Женя, она сейчас вот, может быть, еще ответит на пару-тройку вопросов. Я бы хотел, чтобы вы, Женя, сейчас, возможно, в завершении уже нашего эфира, может быть, какие-то вопросы, походу, прилетят к нам, рассказали. Ну, возможно, такая заезженная тема. Как найти то место, которое будет не просто популярным и приносить там какое-то облегчение, адреналин. А вот ваши вот рекомендации в поиске, как искать, не буду говорить учителя, гуру, это очень высокопарно, а просто то место и тех людей, которые могут помочь, даже если у вас нет проблем, по-другому взглянуть на, наверное, образ жизни. Хотя это и не к тому, что до этого Жени и был плохой образ жизни. Абсолютно нет, но вот такой вот немножко такой спонта на мой вопрос. Женя, прошу вас ответить. Ну, я думаю, что кто ищет, тот всегда найдет. Главное, главное сделать первый шаг. И дорогу оселит тущие. Нужно сесть, наверное, подумать. И всегда смотреть в глаза, а глаза они не подводят, они не обманывают. Настолько искренне, настолько отзывчивые глаза в этом центре, что я думаю, человек ищущий, которому действительно хочется изменений, хочется улучшений, тот поймет. Спасибо, никогда до этого не делал, но, дорогие друзья, ваши комментарии, отзывы, это просто вот наш золотой фонд. Поэтому попрошу буквально от сердца и буквально в конце нашего эфира рассказать о таком человеке, как Елена Тосименова. Это человек с большой буквы. Я считаю учителем своим, наставником. Человек, смотря на которого я вижу, кем я хочу быть, какой я хочу быть. Я думаю, что это человек такого большого дела, благородного, благодарного. Я очень благодарна судьбе этому человеку, Елене Ярум, что я встретила вас, что вы есть, что вы занимаетесь, что вы учите, обучаете. Огромное спасибо, огромная моя благодарность, что есть такие центры, что есть люди, которые хотят делиться теми глубокими знаниями, очень большим таким опытом. Елена прошла большой путь в йоге, и в оздоровлении. Поэтому это большой кладезь, это вообще клад знаний. И тем, кто хочет получить нужные знания, добро пожаловать здесь, вас обучат всему. Спасибо большое. Мы завершаем эфир. Дорогие друзья, большое спасибо. Я всех вижу, Ирину, Анатолия, всех вижу и кульбаршин. Если у вас есть вопросы чисто по беременности, кто-то из близких, или вопросы по-женски, вы их задавайте мне. Я их перешлю женее, и, возможно, она вам ответит в личку, и мы также сделаем эфир. А сегодня я уже прошу вас прощения, заканчивая эфир, хотя он только-только начинает оживляться, и буду провожать Женюю и ее дом домой. Вот попрощаюсь с ней до следующего занятия. Ну и напоследок какие-то слова нашим читателям, подписчикам моего блога, допустим, какие-то. Огромное спасибо за внимание. Читайте, учите, изучайте. Всего самого хорошего. Дорогие друзья, всего доброго. До свидания. Я завершаю эфир. Удачного дня, хорошей недели. Всего доброго.